ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Есть краткосрочные программы на фонде регионального оператора, есть долгосрочные, где указаны сроки на каждый дом. Если же на доме открыт спецсчет, то тут определяются со сроками только сами собственники. Лучше всего рекомендация обратиться к специалистам, кто этим занимается уже давно, найти себе проводника в капитальном ремонте, чтобы не сделать каких-то ошибок и не переплатить дважды. Давайте расскажем, через какие этапы нужно пройти собственникам. Первый этап мы уже с вами обсудили, это определиться нужен или нет капитальный ремонт. Исходя из этого понимания, мы идем по следующей цепочке. Если к нам обратились, мы выходим, делаем визуальный осмотр. Если требуется, как показывает практика, в основном это требуется, нужно проводить экспертизу или делать проектную документацию. Дальше мы составляем смету. Смета утверждается на общем собрании собственников и уже заключаем договор и делаем капитальный ремонт. Если видим, что есть определенные проблемы, мы без каких-то экспертных решений, без проекта мы не работаем. Почему без него не обойтись? Насколько я знаю, многие на нем как раз хотят сэкономить. Да, многие пытаются сэкономить, но впоследствии начинаются определенные проблемы. Жилой дом, это как живой организм. Все трубы, вся вот эта электрическая часть, если есть там газовая часть, они все рассчитаны инженерами. Есть определенные диаметры, определенные нагрузки, определенные мощности на доме. И их нужно обязательно соблюдать, чтобы потом не столкнуться с проблемами, что там на верхних этажах не будет хватать напора холодной или горячей воды. Что-то будет перегреваться. Во время выполнения работ жильцам, как себя вести? За свою организацию я скажу, что мы только приветствуем, если идет какой-то определенный контроль от собственников. Если во время работ все контролировать, то с приемкой в принципе проблем не будет. Приемкой тоже проблем не будет, да. Главное, наверное, обращать внимание на гарантию. Да, наша организация дает 5 лет гарантии, это минимум. Ну, на некоторые виды работ можем дать и до 12, до 15 лет. А сроки капремонта, когда лучше за это браться? Как говорится, готовь сани летом. Лучше всего это все начать за 3-4 месяца до общего собрания, чтобы, скажем так, к сезону подойти уже во всеоружии. Как расплачиваться еще, хотела вас спросить. Во время работ, после работ, может быть, существует какая-то рассрочка? У нас в Минстроем утвержден порядок оплаты. Наша организация предоставляет беспроцентную рассрочку на все, в принципе, виды работ. Также есть авансовая система, 30% аванс и остаток по окончанию выполнения, с момента подписания актов выполненных работ. Ну и последний такой, может быть, чисто человеческий вопрос. Все понимают, что капремонт, он очень часто связан с какими-то неудобствами. Есть какие-то лайфхаки, как вообще все эти неудобства пережить? Набраться силами, понять, что это все не вечно, это все в определенный момент закончится и более позитивно к этому относиться. Это же все-таки ваш дом и мы же работаем, в принципе, на благо вашего дома. Полезный город Всю дополнительную информацию можно получить на сайте капремонт 43 по адресу труда 37 в Кирове или по телефону 999-299. Субтитры создавал DimaTorzok